Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих, с вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности, и мы обсудим, в общем-то, опять меритократию Ежи Сармата. Поехали! А вот Ежи, 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 Ежи беседует с фотоадмином на тему меритократии, в общем-то, всё как обычно. Давайте-ка немножко подумаем, подумаем, просуждаем, узнаем, что там говорят эти умные ребята. Поехали! Значит, вы говорите, что меритократию будет каждый раз возвращать куда надо добрые военные, без намерений удерживать власть. А, это было, значит, ко мне, скорее, вопрос. Я просто... Проблема в том, что я сразу могу сказать, что я никогда в жизни такого не говорил, ну ладно. Вы такого никогда не говорили, да? Вообще никогда в жизни. Ну, а хорошо, ну а как, если у вас там в вашей меритократии, в вашем небесном Сингапуре, в вашем божественном Гонконге, действительно, если власть захватит какие-то нехорошие люди, которые будут рушать принципы меритократии, расскажите, как же вы от них избавитесь? Так, давайте-ка вспомним, что Сингапур — это жёсткая вообще государство. Вообще, прочитайте, как там чистки проходили, это, ну, как избавлялись от преступности, и как триаду мочили, вот это просто надо... Надо почитать ребят про это, рекомендую. И вот так избавиться. Супер меритократия, честно. Ну, я могу очень подробно рассказать про моё понимание меритократии, но это займёт очень много времени. Вы попытайтесь хотя бы вкратце основные пункты... Ну, вкратце основные пункты состоят в том, что меритократия никогда не рассматривалась и не рассматривается как форма общества, как форма общественного устройства. Такс-такс-такс, ну, Ежи опять, в общем-то, начинается балалайку о том, что это не общественное устройство, а что-то там ещё. Ну, сейчас мы всё это ещё узнаем, ну, конечно. Но, с другой стороны, он рассматривается как принцип управления. Ну, всё-таки, да, многих, я бы, простите. Меритократия — это идея о том, что внутри каждой из общественных корпораций, которые в обществе уже существуют, внутри каждой из них существуют свои собственные селективные механизмы, которые позволяют распределять людей внутри социальной иерархии или по уровню профессиональной компетенции, внутри той или иной группы, того или иного общественного института. Ну, опять, да, бла-бла-бла про селективные ресурсы, вот эти вот, да. Это имеет отношение к меритократии, конечно, имеет, но так-то это просто основано на мифе о том, что сами вот эти вот сферы, вот эти вот корпорации, так скажем, следуя терминологии Ежесармата, могут отбирать достойно. Они не могут. Это сказка. И это, опять же, такой же метод управления, как и все остальное. Как коммунизм, например, не знаю. Ежесармат просто очень странно это все преподносит. И концепция меритократии состоит в том, чтобы общество максимально постараться, насколько это возможно, опять-таки, очистить от тех негативных или коррупционных факторов, которые могут негативно отразиться на функционировании этих общественных корпораций и на функционировании социальных лифтов, которые внутри них наличествуют. То есть речь не идет о построении общества нового типа, типа, там, коммунизма или еще чего-то. Речь идет на самом деле сейчас. Давайте я сейчас просто поясню. А что Ежесармат понимает под меритократией? Ну, Ежесармат понимает под меритократией то, когда все хорошо. Просто, ну, все хорошо, значит, меритократия, говорит Ежесармат. Если это очень простым языком выразить, вот так вот он говорит. Все отлично, значит, меритократия у нас. Все плохо, значит, у нас не меритократия. Нет коррупции. Меритократия. Нет преступности. Меритократия. Классно. конечно. Отлично. Если в Советском Союзе все было хорошо, меритократия, только тогда смысл этого слова теряет значение. Мы можем просто говорить, ну, все хорошо в стране. Значит, все хорошо. Все хорошо. Зачем нам придумать для этого слова меритократия? Чидет просто о том, чтобы не мешать людям работать, не мешать людям внутри тех социальных институтов, которые уже существуют, заниматься своей деятельностью. Так люди внутри этих социальных институтов сами мешают себе заниматься вот этой деятельностью. Ну, как бы, да, методы отбора даже внутри вот этих вот сфер, они плохи. Плохи. В некоторых сферах они настолько плохи, что отбираются не лучшие индивиды, а худшие. Просто кого попало, с улицы берут и набирают. И все. Отличное. Отличное формирование сфер, в общем-то, и социальных лифтов. Спасибо большое Ежесарматору. Все хорошо. И тут даже и речь не идет ни о какой преступности, коррупции, чем-то плохом. Просто само устройство вот этих вот сфер не дает им выбирать достойных. Даже среднедостойных таких. То есть, если вы приходите в больницу, у вас болит зуб и вас лечит врач надлежащей компетенции, который получил медицинское образование, у которого есть практика, то, в общем-то, это уже меритократия. Ну, то есть, у нас в Советском Союзе была уже меритократия, в России уже меритократия везде, во всем мире уже меритократия получается. Ну, просто смотрите, какой бессмысленный термин. Посмотрите, все хорошо, да, если нас лечит врач надлежащей компетенции, то это уже меритократия. А зачем тогда вводить термин меритократия, если он не имеет никакого смысла? Но проблема в том, что предрассудки, которые в обществе превалируют, в разных обществах, разные предрассудки, они могут негативно влиять на работу этих общественных корпораций. То есть, допустим, вы можете прийти в больницу, а вам скажут, что, вы знаете, мы будем лечить вас так, как решит большинство людей, которые находятся в этой... Как он придумывает, вот такого как раз в больницах никогда не происходит. В большинстве сфер такого вообще никогда не происходит. Даже в искусстве, например, такое тоже не особо происходит. Как бы там писатели отбирают непосредственно другие писатели нередкой, критики. То есть, люди внутри сферы отбирают. Вот эта сфера, вот эта писательская, допустим, внутри этой сферы люди отбирают, кого следует читать остальным, а кого не следует читать остальным. И никакой демократии здесь, в принципе, нет как таковой. И больницы, да, включая пациентов других, включая младший медицинский. Вот это сказочная вот эта вот теория, которую он воспроизводит постоянно, но не имеет никакого отношения к действительности. Он просто приводит радикальный такой пример, который просто нигде не проявляется. Персонал, вот мы сейчас соберемся все вместе, проголосуем и вот вынесем какой-то вердикт. Или вам могут сказать, что вы знаете, у вас неправильное этническое происхождение, и поэтому мы вас лечить не будем, а все врачи в нашей больнице, и у них вот, значит, какое-то определенное этническое происхождение, определенный фенотип. То есть это вот различные предрассудки, либо демократические, либо какие бы то ни было еще, которые вносят коррективу функционирования каких-то... Так почти не вносят. Ну, то есть, да, в действия больниц практически не вносятся коррективы. С помощью демократического решения какого-нибудь народа мы не можем делать так, чтобы, например, вместо хирурга нас оперировал терапевт, ну, хирургическую операцию он нам проводил. Мы не можем такого сделать. Людям запрещено так поступать, в принципе, запрещено. Это общественных институтов, и которые могут негативно отразиться на этом. То есть, в общем-то, что сделал Ликван Ю? Ликван Ю уничтожил чиновников-коррупционеров. Да, великий, собственно, меритократ. Кометров, триады, маоистов. Причем, скорее всего, во время уничтожения триады там уничтожалось не только триады, обычные люди невидомые. Там такие просто легкие требования для обвинений были, что попасть под, в общем-то, опалу мог любой. Ну, например, сидит Гижа Сармат в штанах своих. А вдруг три человека где-то на улице сказали, вот у нас тут исламский террорист. Исламский террорист приехал к нам. Ну и все. Штаны коричневые теперь. Что делать дальше? Непонятно. Как, как бы, ну, вот он прывается, собственно, менты, и потом его вешают, как бы, вот этого бедного Ежесармата. Вот такие вот были реформы. Прекрасные меритократические реформы. Да. Всем бы такие. В пиратов, потому что это... Кстати, да, на виселице непосредственно штаны коричневые значительно быстрее. Со всем уважением говорю к Ежесармату, между прочим, но просто концепция меритократии его мне совершенно непонятно. То есть правление лучших мне, например, понятно. Оно прикольно звучит. Должны править лучшие. Такое устройство, где правят лучшие или хотя бы просто достойные, например. Ну и в системе управления, наверное, Ежесармат тоже подразумевает, что будут править люди достойные, и сама система управления государством должна решать, кто должен быть вот этими достойными. Тогда получается, опять же, это система устройства государственного управления. Ну то есть такой же режим, как коммунизм, не знаю, как и все остальные режимы, очень похожи тогда. Если мы то же самое применяем на политику, вот такой способ организации. Ну то есть... Да, да, то же самое, что и демократия получается. Ну то есть такой же режим, как демократия, как коммунизм. Свои способы выбора просто появляются. Если мы это применяем к политике. А если, как бы, Ежесармат не применяет это к политике принципиально, тогда, да, исчезают проблемы, связанные с политикой, например, такие, те проблемы, которые я перечислил в прошлом видео, что у сферы политики нет опыта отбора качественного персонала. Просто сами политики, ну, они сначала монархия была, потом демократия, и как бы вот, 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 и получилось. Не получилось создать систему отбора качественного персонала до сих пор, и если мы внезапно организуем меритократию, то получится, скорее всего, чепуха полная. Меритократию по Ежесармату. А в остальном Ежесармат просто говорит, если все хорошо, если все хорошо, и все отлично, если нет коррупции, если нет преступности, если тряду повесили, то, как бы, все отлично у нас, меритократия. Только это не имеет смысла никакого употреблять термин меритократия к таким вот событиям. В Азии, там до сих пор есть пираты, исламистов и так далее, и все это позволило дебюрократизации, либерализации экономики, уничтожение коррупции, организованной преступности, позволило, вот, собственно, реализовать такое общество. Вообще непонятно, почему он пытается, ну, понятно, почему в Азии, и вообще в Азии, в Китае, например, или в Сингапуре, например, вот, да, пытались собирать более способных на определенные должности, это просто восходит к отбору их чиновников. У китайцев традиции определенные были в свое время, и я думаю, Дальний Восток и весь вот на этом помешан, ну, то есть... А Ежесармат использует такое странное европейское слово для определения того, что, ну, все просто хорошо, сложилось. А у китайцев действительно просто это исторический стакт, исторический, у китайцев именно, да, у китайцев и у Дальнего Востока в целом такие вот традиции просто имелись. Во времена империи в том числе они имелись, и это система отбора чиновников, да, пытались показать, что вот эти вот чиновники, они достойные, достойные сидеть на своих постах, например. Что они знают книжки там определенные наизусть, знают определенные книжки. Ну, да, было такое, но... Меритократия, простите, европейский термин. Общество, да. Но здесь нет принципиально нового ничего, да, как я уже говорил. Здесь вообще принципиально просто ничего нет. Слово меритократия, Ежесармат не выражает вообще ничего. То есть все хорошо, все отлично, все на своих местах, как бы. Ну и в коммунизме тогда все на своих местах. Ну, то есть, да. И в демократии тогда все на своих местах, потому что никто не выбирает тем образом, как он сказал, в больнице. Нет? Никто так не отбирает людей. Спасибо. Ну, хорошо, ну, просто на этот счет всегда есть один и тот же ответ, что меритократия всегда превращается в аристократию. А вот вата-админ просто не понимает, о чем Ежесармат в принципе говорит. Ну, то есть вата-админ сразу спрашивает. Вот получается, что меритократия превращается в аристократию. Ну, просто для Ежесармата меритократия это не правление лучших. Ну, в смысле, аристократия это тоже правление лучших в некотором роде, получается, да. Для вата-админа это просто почти синонимы. Вопрос уже, наверное, ставить следовало по-другому, что аристократия всегда превращается в алигархию, вот так вот. Да, но неважно. Для Ежесармата меритократия, она очень как-то призрачно связана с политическим, в общем-то, управлением. То есть с политикой она очень плохо связана. Она связана просто со всеми сферами в жизни, и если там есть коррупция и преступность, то все это портится. А если все это не портится, то все как бы хорошо, да. Вот что обозначает Ежесармата. И понятно, что вопрос, который задает вата-админ, никак не связан с концепцией меритократии, которую озвучивает Ежесармата. Вот это тоже следует заметить. Аристократия костенеет и превращается просто в кастовую систему. Не, ну если меритократия превращается в аристократию, то это уже не меритократия, это уже что-то другое. Извечный вопрос, кто будет сторожить сторожей, он, в общем-то, актуален для носителя любых политических взглядов. То есть применительно к любой модели общества мы можем выдвинуть тот контраргумент, что это общество когда-то преобразуется в свою полную противоположность. Ну здесь я в принципе согласен, но просто опять же Ежесармат говорит, что все, уже меритократия, как бы уже меритократия, осталось только сделать все хорошо. А что тогда делать нам? Ну то есть, ну понятно, преступность убираем, убираем, в общем-то, коррупцию и так далее, и так далее, и так далее, но... Это такое, честно говоря. Ежесармат очень специфически воспринимает слово меритократия, очень специфически, очень довольно-таки так утонченно, так, чтобы его нельзя было подколоть при этом. Ну то есть, он вам озвучивает свое определение меритократии, коррупции нет, нет, нет коррупции, нет, нету предрассудков вот этих вот демократических, например. Никто не выбирает, какой врач будет вас лечить, только вы сами определяете. И вообще-то, ну уже в системе обращения, в общем-то, понятно, да, кто, кого должен лечить, что же мой врач лечит в зубы, например, хирург, хирургию проводит, да, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, да, по Ежесармату меритократия, это когда все находится на своем месте, только где же, нахера, нахера вводить лишний термин, это излишнее, в данном случае это абсолютно излишнее, не имеет никакого значения. Ты говоришь меритократия, и ты настолько подстроил это определение, чтобы, ну, честно, вот не подкопаться, да, все хорошо. Мы смотрим на меритократию Ежесармату, да, мы уже вот в шаге от нее, как бы, в шаге от нее, и надо только вот чуть-чуть сделать, и все будет отлично. Все будет замечательно, все будет супер, но... Зачем нам этот термин для употребления вообще, тем более, если он для большинства людей означает нечто совершенно другое? Ну, то есть управление лучших, в данном случае, вообще самых лучших. Отбор достойнейших, самых, да, конечно, в том числе на различных специальностях, в различных специальностях должны управлять лучше, но это просто невозможно, на самом деле. Да, но Ежесармата, опять же, делает контраргумент вот такой, что люди сами сферы отбирают лучших. Нет, Ежесармат не отбирают, поэтому у Ежесармата вся его система превращается, ну, просто, да, все хорошо, все хорошо и все хорошо, и пофигу на это. Эти принципы будут нарушены, все испортится, так что, в общем, это... Нет, там просто смысл всегда заключается в том, что, да, те, кто забираются наверх, они стремятся отбросить лесенку в сторону. Наверх куда? Внутри какой из общественных корпораций? Вот Ежесармат верно сейчас переспросил, вот админ, потому что вот админ просто его не понимает сейчас, вообще не понимает, о чем Ежесармат говорит. Они забираются наверх. Ну, то есть, да, по лесенке, например, врачом хочется стать, это никак не влияет на государственное управление. Внутри государственной власти. Вот. Внутри институтов государственной власти. Ну, смотрите, если внутри... Да, я использовал аналогию с больницей, да, можно, в принципе, аналогию с армией использовать. Если такого рода коррупционные механизмы, да, если мы говорим об перерождении в сторону аристократии, то здесь речь идет о коррупции крови, о том, что, там, допустим, будут продаваться или покупаться какие-то должности или титулы, или аристократические регалии, если где-то это произойдет, да, в армии, допустим, ну, такая армия утратит свою боеспособность, либо частично, либо полностью, и она будет завоевана той армией, которая будет воевать более эффективно. Да, заметьте, это плохо. А когда меритократия, все просто хорошо оказывается. Замечательно. То же самое с... Какая удобная меритократия. Больницей или учебным заведением каким-то, которое тоже работает, базируясь на сугубо меритократических принципах. Если произойдет отход от этих принципов, то данный институт просто утратит свою конкурентную способность, и, в общем, перед этого уже не узнаем. Слушайте, Ежи, что вы думаете про скандинавский социализм? Ладно, не будем про скандинавский социализм. Восьмикратно с вами прощаюсь. В общем, Ежи Сармат, как вы видите, он очень тонко подстроил вот это вот свое понимание меритократии, и что, ну, в принципе, каждый послушает и скажет, да, да, действительно, врачи должны врачевать, бегуны бегать там, не знаю, какие-нибудь грибцы грести должны. Тот, кто лучше всех гребет, должен быть лучшим грибцом. Тот, кто лучше врачей, должен там больницы управлять, например. Или быть очень-очень-очень пафосным врачом, очень хорошо зарабатывающим. Вот, тогда у нас будет меритократия. Какая сказочная... Какой сказочный мир, в общем-то, палочка. Как в Сингапуре почти будем жить. Ах, да, восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Ах, да, восьмикратно с вами прощаюсь и желаю. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok